В семье Зайцевых из посёлка Загорянский долгожданное событие. В их частный дом на улице Орджоникидзе провели природный газ. После пожара пенсионеры несколько лет жили без центрального газоснабжения. Подключиться к трубе было дело хлопотным и недешёвым. Помещение в 50 квадратных метров отапливали сжиженным газом. Зимой по сугробам топливо доставляли с перебоями. Мы уже замочились с газгольдером очень плохо, потому что кончается газ не вовремя, в зимнее время, мы замерзаем, а теперь у нас будет красота. Узнав о президентском проекте «Социальная газификация», супруги решили, что это шанс навсегда решить проблему. Весной обратились в МОСУБОЛГАЗ, а в сентябре уже принимали работу. Врезку в центральную трубу и прокладку газопровода по участку предприятие выполнило за свой счёт. В этом преимущество социальной газификации. Зайцева заплатили, чтобы протянуть нитку газопровода по участку и в доме. Точка врезки, вот прямо за калиткой у нас проходит там газовый газопровод. От калитки вдоль всей дорожки, вот тут вот, и вот прямо к дому. Метров 30. Это подвели, трубу, всё прекрасно. Ради собственной безопасности пенсионеры установили в помещении, где будет работать газовый нагреватель и плита, анализаторы воздуха, чтобы, как говорится, спать спокойно. Вот этот датчик сигнализирует содержание в помещении ЦО угольного газа. Вот этот датчик сигнализирует содержание метана природного газа. Работают они в следующем образом. Включаем адаптер в сеть. Сейчас он настроится. Датчики установлены, прибор учёта опломбирован. С сегодняшнего дня пользоваться газом в семье Зайцевых может постоянно. Ну что, вы довольны? Конечно, я довольна. Вы посмотрите, какой газ. Ну, сколько тепла. Теперь не думайте о том, что как мы будем, что. Красотища. На сегодня МОЗ «Ублгаз» дегазифицировал 2022 из 2800 населённых пунктов Подмосковья, вошедших в социальную газификацию только в этом году. Надёжный источник тепла получили более 72 тысяч жителей. Подать заявку на подключение и обсудить условия договора можно в мобильных офисах компании. Ближайший приедет в деревню Новая Слобода 18 сентября. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щуковское телевидение. Продолжение следует...